Режиссер Станислав Сергеевич Говорухин в последнее время пишет очень интересные статьи, которые мы читаем, обсуждаем, с чем-то соглашаемся, с чем-то нет. И у людей к вам очень много вопросов, и у меня в том числе. Вот вы пишете, что любое благородное начинание приобретает у нас уродливые формы, даже милосердие. Отчего это, Станислав Сергеевич? Ну, я, как всегда, конечно, может быть, чуть преувеличиваю, но, в принципе, да. Скажем, не только милосердие, скажем, кооперация, вот уж пример, скажем, достойнейший. Видно, разве этого мы ожидали от кооперативного движения? А уж милосердие, ну, это, скажем, не самый яркий пример, но тоже достаточно показательный. Вот я об этом говорил в своей статье, но посмотрите, сегодня, когда особенно выросла преступность и ужесточились преступления, именно сегодня общество заговорило о гуманности. Что значит гуманное отношение к преступнику? Это жестокость по отношению к его жертве. Вот милосердие оборачивается совсем другой стороной. Значит, да, к преступнику ты сегодня, вся интеллигенция сегодня безумно озабочена, как там преступником живется в колонии. Я понимаю, если была бы другая ситуация на воле, этим можно было бы всерьез заняться всему обществу. Но сегодня, мне кажется, было бы гораздо милосерднее подумать о людях честных, которые сегодня не могут голову поднять, не могут выйти на улицу вообще, неспокойно за своего ребенка, за муж, за жену, мать за сына. И представляете, люди, затерроризированные, особенно уличной преступностью, скажем, квартирными, ворами, дачными ворами, каково им открывать газету и читать, как серьезные, умные, образованные люди обсуждают, каково живется преступником в тюрьме. Это наша ведь советская выдумка, назвать тюрьму, колонию исправительно-трудовым учреждением. Трудовым, да, но вовсе, конечно, неисправительным и уж, конечно, не воспитательным. В прошлом, Станислав Сергеевич, мы и нас обманывали, и мы сами себя обманывали, но, в общем, продолжали во что-то верить. Сегодня с верой, если не брать людей религиозных, очень и очень трудно. А как вы относитесь ко лжи во спасение? Мы же все обманутые поколения, потому что мы, вот я вырос на лжи и думал, что это правда. И не знаю, может быть, даже она и нужна, ложь во спасение. Ну, по крайней мере, человеку легче было бы, предположим, умирать, если бы он знал, что, поскольку он честно прожил всю жизнь, честно трудился, он попадет в рай. Это ложь, но она ему бы очень облегчила бы жизнь. Нет, без веры нельзя, невозможно быть без веры. Да, скажем, вот у нашего поколения, у людей старше нас была вера в Сталина, вера в коммунизм, в социализм, поскольку уж веру в Бога-то истребили в самом начале. Теперь и этой веры нет, вот этой даже на глиняных ногах веры, даже ее нет, а без веры совсем человеку жить очень сложно. Поэтому сегодня вернуть веру в Бога, ну, я считаю, что это вообще долг интеллигента, да, в Бога тоже надо верить. Ну, сегодня ведь и даже сама прогрессивная церковь не настаивает на вере в Бога человека. Бог — это, может быть, нечто высшее, высший разум, высшая совесть, там, нечто сверх твоего понимания. Но что значит вернуть веру в Бога? Уже и в религиозных-то странах уже далеко не все верят. У нас, я, по моим предсказаниям, ожидается некий бум религиозности в народе. Да, так хоть это видно и невооруженным глазом, но все равно вернуть веру в Бога всему населению огромной страны невозможно. А вот что, а вот вера, которую необходимо вернуть, да, она существует, и это вполне в силах и правительства, и всего народа. Нужно вернуть людям веру в справедливость. — Станислав Сергеевич, лицемерие — это одно из тех явлений, которые вы постоянно, в общем, обсуждаете в своих работах. Вы знаете, я открыл недавно газету и был, в общем, потрясен, узнав, что на Ленинскую премию в области искусства будущего года выдвинута Анна Ахматова за реквием и Андрей Тарковский. Не верх ли это лицемерие? — Ну, это естественно. Это естественно, потому что мы живем в стране, где любить умеют только мертвых. Ну, вот если бы я открыл газету и прочел там, что Владимиру Высоцкому посмертно присвоено звание заслуженного артиста РССР, я бы тоже не удивился. Потому что у нас все это доходит уже, опять-таки, приобретает и это тоже, самые уродливые формы. Издайте Ахматову огромным тиражом. Вот и будет ей Ленинская премия. А сегодня попробуй-ка купи еще Ахматову.